Сегодня мы решим пару важных проблем Адлета в игре, а играет он в КС без рук. Составим тренировку, подкорректируем сенсу, короче, все в этом видео. Здарова, с вами как всегда Джинкс и вы на канале Рожби. Если ты не видел прошлый выпуск с Адлетом, то сначала обязательно глянь его. Очевидно, что играть ногами в КС в разы сложнее, чем руками, и из этого вытекает куча разных проблем, которые мы сегодня будем вместе с вами решать. И в парочке аспектов нам реально понадобится ваша помощь в комментах. У Адлета уже есть крутые улучшения, но в целом все впереди. И перед тем, как мы начнем, я напомню про очень крутого спонсора этого видео, Game Arena и ее офлайн-турниры. Играя в FACEIT или MM без лишних движений, можно зарабатывать просто на своей статистике, при этом ничего не теряя даже лишнего времени. Я уже много раз рассказывал про Game Arena, и теперь они добавили FACEIT. Здесь ты будешь получать за каждую свою катку специальный сундук с аренумом, а за эту валюту сможешь покупать кейсы, скины и многое другое. Также тут проходят турниры на статистику. Ты набиваешь топ-табы в своих играх, и вуаля, выигрываешь в турнире. А партнер Game Arena, Альфа-банк, и он подарит тебе подарки и бустанет твой фарм. Условия получения буста простые. Три шага, три бонуса. Оформляешь карту, получаешь три сундука. Получаешь карту, берешь еще три сундука и премиум подписку, совершаешь первую покупку и залетает буст x5 на 7 дней. Также при получении карты тебе откроется доступ к альфа-турнирам, где проходит куча бесплатных туриков с огромным количеством призов. И напоследок, крутой розыгрыш от Game Arena. Apple Watch, AirPods или SSD-шка могут стать твоими. Короче, хватит играть просто на интерес, регайся по ссылке в описании и зарабатывай на КС. Расскажи давай сразу сходу, что изменилось с тех пор, как мы с тобой в прошлый раз общались, с тех пор, как вышел ролик, он собрал уже неплохо. Так, ну маме подарок купил, самое главное, наверное. Тебе на него накидали уже, да? Да, да, подарок купил. А, супер, супер, супер. Вступил, стак, короче, стак нашел, стак нашел. Ну это да, ты говорил, что одна из основных проблем, у тебя что не с кем играть. Да, вот стак нашел, вот с ним сейчас играю, тренируемся. Посмотрим, что будет дальше. Супер. Ну мы рады, будем дальше двигать, менять все, да? Значит, ребят, сразу, сразу говорю. Первое, у нас будет благотворительный стрим для Адлета, который я обещал сделать. Когда он точно будет, я здесь сказать не могу, поэтому вступайте в любой соцсети, ВК, Инстаграм, Дискорд, все будет в описании, будет оповещение. Я пока не знаю. Короче, следите, сделаем стрим с Адлетом, поиграем, соберем ему денег и так далее. Короче, смотри, у нас с тобой цель сбора сейчас, это, во-первых, подредактировать тебе Сенсу, чтобы ты мог нормально тренироваться, во-вторых, написать тренировку, ну и, в общем, тебе облегчить всячески игру в КС. Первое. Ты сказал мне вот до записи, что хочешь обновить клавиатуру, да? Опять же, это тебе решать, но я бы на твоем месте в первую очередь обновил мышь. Я долго думал, долго смотрел. Я бы на твоем месте взял Desider Razer, потому что он с высоким... Desider? Я бы на твоем месте взял эту мышь 100% и попробовал, то есть вот. И на нее бы в том числе я бы собирал деньги на стриме. Это мое предложение, ты можешь, конечно, делать какой-то. Это первое. Второе насчет, как тебе перемещать мышь. То есть мне эта мысль пришла еще, когда я ролик в прошлом монтировал, но там еще и в комментах написали, что тебе нужно как-то ее как тапок закрепить. Тебе говорили? Как тапок? Смотри, то есть смотри, у тебя... Ты как делаешь? Ты там до конца упираешься в стол, чтобы скинуть прицел, тап нажимаешь, обратно возвращаешь мышь, да? Но когда ты дойдешь до высокого уровня, стопудово это будет немножко не то, и тебе по-любому нужно мышь как-то поднимать. И 100% тебе надо привыкнуть играть с подъемом мышь. И единственное, как ты это можешь сделать, чтобы у тебя мышь крепилась к ноге, как тапочек, типа. Как это можно сделать? Первое, что мне пришло в голову, купить липучку, короче. Ты берешь липучку, как на ботинке, знаешь? Липучка такая. Ты ее справа приклеиваешь суперклеем, слева приклеиваешь то, на что она будет крепиться, и просто ты сможешь даже второй ногой перекинул вот так вот липучку и закрепил на ноге, и ты сможешь поднимать ее. То есть суперклей это выдержит. Мне еще советовали, знаешь, что? Поясная резинка с фиксатором. Ну или так, но просто опять же, как ты ее снимать будешь? Просто продевать ногу внутрь тоже можно в целом, да. То есть, ну смотри, просто прикол в том, что ты мог бы от этого отказаться, но это в будущем тебе стопудово нужно будет. Вот сто процентов, потому что, ну я понимаю, уровень игры, когда высокий, там все динамично, у тебя в два раза контроля будет больше, ты сможешь больше вращаться, и тебе не надо будет геморройиться с этим табом, тратить время тем более. Смотри, там такая тема. Мы пробовали, это три раза пробовал, и три раза отказывался от этого. Почему? Там ткань не очень была, ну там по-другому было, короче. Типа неудобно было, неудобно? Мне приятно было на ноге чувствовать. Мы ее сняли, потом вот недавно, месяц назад, буквально пробовал. На этой мышке пробовал. Мышка, типа, падала, понял? А нога у меня, типа, наверху. Что-то у нас расстроился, потом вот это убрать там. Ну вот надо плотнее приделать. Все равно у тебя есть сейчас недостаток перед людьми, которые играют с руками, в том, что ты не можешь мышь поднять. И как только мы эту проблему решим, это будет имба в два раза, я тебе говорю сразу. Я сам, на самом деле, не мог додуматься. Сколько я не думал, мне не получалось. А если, типа, люди помогут мне, как это сделать, тоже думаю, это имба будет, потому что мне не придется там зажимать постоянно. Во-первых, да. А во-вторых, у тебя больше станет контроля, лучше станет АИМ, потому что ты сможешь переводиться, поднимать. Ну, короче, я вот не представляю, как АИМить, не поднимая мышь. Вот я не представляю, понимаешь? После этого Адлет показал мне свою старую мышь, примерно с тем же креплением, как я и предполагал. Это старая мышка. Ну, и почему тебя же Selfie? Я такая была, я вот так делал. Это вначале делал. Вот так надевал, это все делал назад, короче, пробовал, что-то они не сам, неудобно было, не знаю. Ну, почему неудобно? Все же нормально вроде. Ну, просто надо привыкнуть, а я типа, это долго было, а я не хотел долго это делать. Надо, надо, так у тебя вот даже готовые есть вариант. Так хорошо, а чем тебя? Вот это, вот это, чем тебя не устраивает вариант. Не знаю, дай уж. Ну, что тебе не нравится? у тебя что вторую мышь брать и не надо имею ввиду сделать то же самое с новой шуте почему-то не хочешь сделать также то есть ее надо нормально закрепить она короче там капец клей короче был новый мышку купим там уже посмотрим да я буду делать наверное это вот так и надо я так это и представлял это оказывается уже делал и привыкать к любому ты привыкнешь будет удобнее но нахренать этот тап постоянно жать и не иметь возможность мышь поднять когда имешь ну как это до конца довести привыкнуть и все и ты вообще лгнул гораздо лучше всего вы можете посоветовать еще какую-то мышь атлету например я ему скинул также рейзер нагу а мы отправляемся редактировать сенсу и искать основные проблемы атлета баре во первых отучись прыгать на разминке ты себя сбивая что ну прыгать вот это на разминке это те не надо лучше на бахове потом попрыгают и постоянно прыгаешь ты сам себя сбиваешь ну так а зачем ты же в игре не будешь так прыгать свп ну где-то здесь да и давай поочередно ван тапами будем убивать ботов просто ван тапами по очереди ну да я это сразу сказал ван тапами ван тапами лишь как у тебя вяло все идет тебе уже смотри короче сколько тебя переставай пока стрелять сколько тебя дипа и санса сейчас 405 33 95 ты можешь сразу сейчас поставить 4 пока что поставь 4 сразу да да сразу ставь 4 окей я поставил сейчас расслабься до час и спокойненько начинай по новой ван тапами убивать battle но уже пободрее пошло эти скажу хорошо чутка переводишься давай попробуем 3.8 в общем мы подняли сенсу как я предполагал изначально начали вокруг нее плясать туда-обратно но улучшений заметных не было в какой-то момент адлет сказал что у него сводит ногу и мы пришли к тому что оказывается его пятка не скользит по ковру следственно когда он уходит вправо или влево то ими становится значительно труднее вот и родился еще один лайфхак для него так это уже много знака сводит понял да конечно тебе надо что если а что если штуку поставить чтобы он держал да тебе под пятку нужна ткань типа от пятку нужно ткань какую-то вот так чтобы двигался понял чтобы ничего не мешало да это как понял я понял чем проблем как у меня как у меня рукав то то же самое тип от поверхности рукава надо типа на пятку что сделать ну смотри есть такая тема теперь будет еще мышь с креплением будешь вообще офигенный не адлет атлет ли повторю еще раз кто что-то придумает по этому поводу пишите в комменты обязательно что можно сделать так чтоб пятка скользила лучше и не занимала всю ногу чтоб я не было жарко смотри четенько до четенько все иногда не доводишься эти не понижать даже надо еще возможно повысить не знаю почему ты хочешь 38 ставить после того как одлец слегка привык к своей новой перчатке стало гораздо лучше и мы смогли добить сенсу уже как надо нам с тобой сейчас чтобы отредактироваться надо посмотреть на ближнем зайди туда к ним я бы еще чуть поднимал я не знаю ты не доводишься иногда даже на ближнем давай 4 поставим на пробуем 4 будешься надо будет привыкнуть усмари полетела как сразу савика будешь фликать савик отдельно тренировку посмотри как залетать начал придумаешь какую-то шляпу блин слушай я реально начал намного лучше стало ну естественно и естественно что не буду чушь рассказывать и привыкай играть так опять же играй в носке если понравилось играть играть не понравилось все играй в нем оставляем эту сенсу и и не при каких раскладах пожалуйста доверься мне ничего не меняй никуда оставь то что сейчас вообще не трогай окей да и развивайся в этом ты еще учитывай что ты только сел на нее и сейчас давай с тобой еще немножко то о чем ты хотел про трекинг про тренировку а теперь самое важное это тренировка про нее расскажу вам здесь потому что в живую это было дну долго муторная объяснял какие-то вещи атлету поэтому краткий синопсис будет прямо сейчас тут короче какие основные проблемы увидели и я и он во время подбора сенсы с новой сенсой он а имид гораздо лучше стал гораздо резче но при этом стало заметно что ему сложно медленно вести мышь по цели да и он сам опасался большой сенсы именно из-за трекинга поэтому трекинг это первый пункт который ему нужен делать его можно на любой карте с ботами но мы поставили кс гохаб второе нужно поддерживать новую сенсу и широкие переводки с ней поэтому второй пункт классический это кс гохаб на скорость просто в обычном режиме на скорость аимим ботов можно выбирать челлендж на кпм и так далее само собой это самый классический пункт и разминки и тренировки 3 нужно вбивать резкость в ногу атлет много раз врезался в край стола его ногу сводила ему не хватало расстояние и так далее для этого я добавил рефлекса им с максимальным движением вокруг себя резкими переводами и спрей трансферами также отдал ему пометку играть больше горстами и спреями привыкать к ним как минимум потому что в антопе с его большим пальцем довольно тяжело ну и в целом берсты и спрейки говорил много раз это основной вид стрельбы 4 режим rush на кс гохабе он также важен для него чтобы соблюдать динамику горизонтальных переводок на разных расстояниях а также учиться стрессовать путем набора стриков ну и пятое применение всего этого на дм не хсдм обычный дм минут 30-40 это также классика тренировка в реальных условиях с разными подходами к делу в целом получается довольно дефолтная тренировка но на первое время она решит конкретно его проблемы кстати такая тренировка может спокойно подойти для начала и тебе и ты видишь ее на своем экране не так они они не знаю они забывают что ты играешь ногой это не рука все равно она не может преодолевать такое расстояние ты еще и поднимать пока мышь не можешь какая маленькая санса в целом ногой у ноги не такой ход поэтому я считаю ты сейчас стал гораздо лучше лупить и это только ты первый первый час на этой сансе ты еще потренируешься неделю ты сам увидишь насколько ты бустанешься сто процентов на путь свете дал я тебе еще раз пишу тренировку ну и пацаны что будет стрим для отлета благотворительный следите за всеми соцсетями рожби чтобы быть в курсе когда он будет это будет ближайшее время мы соберем ему на мышь и будем дальше смотреть за его успехами сегодня получилось неплохо я считаю ну и может быть пару слов давай для зрителей напоследок что у меня не было человек который мне бы так помогал я выражаю огромную благодарность рожби за то что мне по моему помогает этом деле он что помогает настроить там сенсу подобрать тренировки так и спасибо зрителям которые досмотрели этот ролик кто хочет посмотреть за моей игрой как за моим развитием как я а по десятку там да допустим на турнирах участвовать в будущем дай бог просто заходите на мой стрим на твиче да ребятки соцсети как всегда для это будут в описании инста твич заходите к нему следите поддерживайте ну давайте ребятки все увидимся в следующих видосах ждите оповещения стриме для атлета все всех был рад видеть будут ну будут 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 Продолжение следует...